На территории спецзавода номер один не только журналисты, но и горожане. Администрация Владивостока решила продемонстрировать, как прошла так называемая холодная консервация предприятия после того, как было принято решение остановить завод. Главный инженер начал экскурсию с технического плана завода. Далее делегация из прессы и горожан прошла в зал, где в тысячеградусном пламени сжигалось 30% твердых отходов приморской столицы. Не обошли стороной и пульт управления заводом. Инженеры особо подчеркнули, что все оборудование исправно работает. Произошла полная консервация оборудования зимняя. То есть мы слили воду, мы смазали все механизмы, вычистили. Оборудование осталось работоспособное, но законсервированное на зимний период. Затем участников экскурсии провели по помещениям, где мусор складировали и уничтожали. Последним участком маршрута стал так называемый бункерный зал. Гигантский ангар, в котором расположена специальная яма. К слову, незадолго до консервации, рассказал главный инженер, здесь находилось почти 400 тонн отходов. Невозможно вычистить, вы там оставите, это будет разбегаться, грязь будет разрастаться. Как вы видели, инертный материал и дуасепт, дезинфицирующие средства, которые позволило очистить до глубокого состояния бункерный зал. Спецзавод номер один был построен в 1979 году чешскими специалистами. И что немаловажно, в экспериментальном варианте. По тем временам завод строился на окраине города, в промышленной зоне. С годами Владивосток разросся, вплотную приблизившись к заводской территории. Роза ветров, в зависимости от сезона, ложилась на улицы районов Второй речки и фабрики Заря. В 2012 году во Владивостоке был построен новый микрорайон «Снеговая пать». И мусоросжигательный завод оказался вплотную окружен жилой застройкой. По требованию жителей города было решено закрыть предприятие. В августе спецзавод номер один в последний раз принял отходы на утилизацию. Теперь их вывозят на полигон на улице Холмистой. Экскурсия показала, что здесь завод не разграблен, не остановлен как попало. Грамотно произошла остановка оборудования для дальнейшей эксплуатации, для возможной дальнейшей эксплуатации. Предприятие законсервировали, всю воду слили, перекрыли все доступы в соединительные трубки. Всю автоматику сняли на сохранение. Сейчас на заводе работает 8 человек. Это охранники, машинист и электрик. Они и следят за техническим состоянием предприятия. Сейчас спецзавод номер один находится на балансе администрации Приморского края. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.